Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие. Это совещание так и называется. Постоянное совещание по ядерному сдерживанию. Два раза в год оно проводится. И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной – это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего, зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны. Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо сознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов. Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Важно прогнозировать развитие ситуации и, соответственно, адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям. За последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Итак, в проекте «Основ» расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные издерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного издерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, имея в виду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства с белорусской стороной, с президентом Белоруссии. Все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету. В завершении отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и риском в отношении Российской Федерации. Давайте приступим к работе. Слово министру обороны Андрея Ромыча Белоруссова. Продолжение следует... Продолжение следует...